Здравствуйте! Вы на канале Садовое приключение с Надеждой. И вот теперь я не знаю, садовое ли у меня приключение, правильно ли у меня название моего канала. Я второй раз прихожу к выводу, что что-то не так с моим названием, потому что садовые приключения ограничивают меня только рассказами о саде и огороде. А мне хочется быть шире, мне хочется рассказывать побольше. Мне хочется помочь людям, которые попали в беду и которых проблемы с кишечником, рассказать им о том, как я выкарабкалась из своей болезни и выкарабкиваясь, потому что болезнь она есть, она осталась со мной, но я всё время с ней сражаюсь. Мне хочется рассказывать, конечно, о своих растениях, о ландшафтном дизайне. Мне хочется рассказывать о путешествиях, я много путешествую. И больше всего мне хочется на своём канале размышлять, думать, мыслить, высказывать свои эмоции, высказывать свои страхи, свои радости, свои переживания. И поэтому, скорее всего, я переименую свой канал в канал Я.Надежда. Я долго думала, какой канал придумать, но вот мне кажется, этот канал больше всего характеризует то, о чём я вам хочу сказать. И я хочу спросить у вас совета, всё-таки оставлять мне старое название, но, скорее всего, нет. Скорее всего, новое название, оно больше меня будет... Оно шире, правда? Оно шире. Я Надежда, вот оно... В нём можно говорить о многом. И сегодняшнее видео я хочу вам показать, в сегодняшнем видео, мою подводную съёмку. В прошлом видео я вам говорила, что я очень много сделала качественной, красивой подводной съёмки, ведь я отдыхаю на очень красивом коралловом рифе, самом красивом коралловом рифе в Шар-Мальшейхе. И этот коралловый риф находится в отеле Сива Шар. Но я так перестаралась, что неправильно закрыла пакет для съёмки, специальный пакет для съёмки с телефона. И телефон мой набрался воды, а я его ещё посушила горячим феном. И моему телефону приснился конец. Я не знаю, удастся ли там починить, но вряд ли. Сын сказал, что мама солёная вода. И очень долгое время, если бы я ещё хотя бы сразу на чистку этот телефон сдала, то, может быть, я бы могла что-то сделать. А так вытащить эту информацию совершенно невозможно. Но да ладно. Я взяла телефон у мужа. И вот что у меня получилось снять, то получилось. И я хочу ещё вам показать. Вот, видите, море. И вот если я поднять вот так камеру, то видно, что просвечивается коралловый риф. Я сейчас спущусь вниз и покажу этот коралловый риф вам по этому телефону. Ну вот, наш понтон. И вот здесь сразу же начинается коралловый риф. Обычно понтоны в отелях Шарм-эль-Шейха очень длинные. Но нам повезло с отелем. Мы, конечно, его и выбирали. Вот, и у нас недалёкий фонтон. Вот. И сразу же можно посмотреть, какие красивые здесь кораллы. В начале, конечно, кораллы здесь мёртвые. Вот. А чуть подальше тут очень-очень красивые виды. Здесь утром плавают рыбы, различные рыбы. Ну, конечно, отдыхающие ещё и приносят, хотя тут запрещают, приносят сюда хлебушек и прикармливают эти рыбки. У меня там есть на видео, когда прикармливают рыбки, сколько их много. Здесь разные рыбы. И рыбы, значит, сержанты, и рыбы бабочки, и рыбы скаты мы видели, конечно. Очень-очень красивые. Ну, вот что удалось мне сфотографировать. И даже я увидела барракуду. Я всё время думала, что барракуда – это что-то страшное. Барракуда – она просто вытянутая, длинненькая рыбка. Вот такие вот кораллы. И сейчас я покажу вам подводное видео свое. А вот кораллы отрываем. Давай, давай катаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дdoe ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok